Полина Подугова на детской площадке в парке Победы с внучкой гуляет регулярно. Говорит, неоднократно видела, как здесь обеззараживали территорию. Поэтому за здоровье ребенка спокойно. По словам женщины, неудобств это не доставляет. На время проведения работы не с внучкой уходит дышать свежим воздухом в другой конец парка. Мы гуляем часто в этом парке, приходим с внуками, и утром приходим, и вечером приходим. Я считаю, что это необходимо делать и в скверах, и в парках, и, наверное, в транспорте, потому что наступило такое время. Сантиметр за сантиметром работник парка Победы Александр Бурлов дезинфицирует все поверхности, которым может прикоснуться человек. Скамейки, урны, поручни, детские и спортивные площадки. Ежедневно на эту работу он тратит около двух часов и порядка 50 литров специальных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обеззараживанием территории парка занимается с апреля. Говорит, первое время движения во время работы сковывал защитный костюм, но теперь он стал второй кожей. И работа Александру нравится, ведь она приносит пользу людям. Здоровье гражданам очень важно. Так что я думаю, что это надо делать. Без этого никуда не денется. Тут же наши дети, внуки отдыхают. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, качество и регулярность дезинфекции на особом контроле у городских властей. Обработку проводят во всех парках и скверах города. Обеззараживают и улицы порядка 50 в сутки, всего же их 625. В парках, как общественных территориях, используют людям для отдыха. Ежедневно производится обработка дезинфицирующими средствами элементов благоустройства. Это лавки, площадки, скамейки. Используются для этого ранцевые распылители. Всего в парках работают 8 бригад. Работа производится ежедневно. Еженедельно проводится дезинфекция территорий всех парков с помощью специализированных машин. Без внимания не остаются и фонтаны. Обработкой занимаются специалисты спецремстрой «Зеленхоз». Дезинфекция будет проводиться до тех пор, пока столбики термометра не опустятся до минусовой отметки.